Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Adelia Europe Online. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Друзья, не забудьте подписаться на YouTube-канал Константин Танч, подпишитесь на мой YouTube-канал, этим вы служите очень хорошую службу и очень хорошую поддержку, так сказать, нашей деятельности. Ну что ж, Константин Танч, помимо нашей деятельности есть деятельность еще демократической партии, которая активно готовится к президентским выборам. И то, что, скажем так, наблюдаю сейчас я, наблюдаю ряд других, ну, ведущих, журналистов, эксперт, не знаю, это, ну, практически работа как под копирку, как по то, что в Украине было при Кучме принято называть темниками, где Трампа называют исчадием ада, злом, фашистом, ну, кем хочешь. То есть, фактически пропаганда о демократической партии в какой-то степени оправилась после месяца такого нокаута, в котором она находилась после неудачных дебатов Байдена с Трампом. Как вы на это смотрите? Ну, вы знаете, просто мне кажется, что Камала Харрис, она взяла на вооружение, ну, вот эту старую традиционную установку, она, в общем, сформулировала ее следующим образом, она обвинитель, ее эксперты так говорят, она прокурор, а Трамп обвиняемый. Вот на этом построена ее кампания, избирательная, конкуренция. Она уже настаивает на назначении дебатов, Трамп предложил подождать, пока ее номинируют в качестве представителя демократической партии на выборах. Ну, и такая, да, кампания, что Трамп-цыпленок, несколько демотиваторов уже появилось, что он боится спорить с Камалой Харрис. Она поживее, конечно, Байдена, но она попроще, она обладает такой женской харизмой, такой чуть скандальной, вот. Но в качестве эксперта ее пока никто не рассматривает, она не очень сильный эксперт в международных делах, во внутренних делах. И оказалось, тут проведены были замеры социологические. Оказалось, что ее основные темы, которые она продвигает, ну, они не очень популярны. Самая главная тема, которую 26% избирателей считают главными, главной – это экономика. В этой области Камал Харрис, конечно, не самый сильный конкурент Трампа, а она проигрывает всего один пункт, один процент. Вот Трампу, но также было и перед выборами Байдена, перед дебатами с Байденом. На которых он провалился там на 5-6 пунктов. Вот. Она продвигает, ну, довольно старую такую непотребную повестку демократической партии. Похоже, с ней выиграть невозможно. Вот. Тем более, что, понимаете, один пункт, один процент в рейтинге – это на самом деле 90-процентная вероятность проигрыша. Потому что, как вы знаете, голосует не большинство, а большинство представителей штатов. Выборщики, коллеги выборщиков. Да. Коллеги, да. Здесь, значит, определяют все колеблющиеся штаты. А в колеблющихся штатах Трамп выигрывает. И выигрывает очень надежно. Ну да, в 16-м году, например, Хиллари Клинтон по общему голосованию победила в выборах. Но поскольку действительно в Соединенных Штатах Америки голосуют выборщики, как раз Дональд Трамп обошел Клинтон, причем достаточно разительно, именно по голосованию коллеги выборщиков. Константинович, как вы считаете, насколько, скажем так, Трамп правильно делает, когда он фактически дезавуирует заявление того же Джонсона, которого Порошенко назвал Джексоном, и ряда других, скажем так, деятелей республиканской партии, которые призывали Байдена подать в отставку. Ну то есть формально Байден может оставаться до января президентом. То есть, скажем, история с его отставкой написана вилами по воде. Но, скажем, республиканцы все равно этого требовали. И тут Трамп вышел и сказал, что нет, Байден должен быть до конца срока. Вот что выгоднее для Трампа, чтобы Байден досидел до января, так, либо все-таки, чтобы Харрис уже стал исполняющим обязанности президента, и Трамп ее критиковал как исполняющий обязанности президента? Нет, ну никакой отставки не предполагается. Это вы что-то напутали. Отстранение Байдена от участия в выборах, то есть замена кандидата на выборах. Не-не-не-не, речь идет об отставке. Ничего не напутал. Ничего не напутал. Речь идет как раз именно об отставке Байдена, поскольку он отказался участвовать в выборах. Теперь вы меня послушаете. Да, да. Значит, никакой отставки не предполагается. Отставки такой процедуры нету. Ну, то есть, может быть добровольная отставка, смерть президента, импичмент, но отставки никакой нет. Байден отказался от участия в выборах. Точка. Причем совершенно не очевидно, что съезд демократической партии, который скоро уже пройдет, он поддержит это решение. И с другой стороны, очевидно, что на Байдена оказывалось очень сильное давление для того, чтобы он принял это решение. И на съезде это решение может поменяться. Байден может вернуться в гонку, тем более, что республиканцы и вот Майк Джонсон настаивают на том, что это незаконное действие, смена кандидата, потому что 14 миллионов американцев приняли участие в выдвижении Байдена в качестве кандидата от демократической партии. И фактически демократическая партия приняла решение вопреки решению избирателей. Вот это сейчас дебатируется, на этом основано зарегистрированное заявление, связанное с импичментом Кэмлы Харрис, которое, с одной стороны, скрывало от общества болезнь Байдена, с другой стороны, ну вот, серьезно, так сказать, нарушило процедуру и согласилось принять роль, так сказать, кандидата от демократической партии не на основании решения избирателей, а на основании таких внутренних консультаций. Что тоже, с точки зрения республиканцев, является нарушением закона? Дмитрий Анатольевич, сегодня Майк Помпео, известный политик, республиканец, в прошлом госсекретаре Соединенных Штатов Америки, он изложил некий свой, так сказать, план, который, ну, может, лечь на стол Дональду Трампу и, собственно, может быть, принят Дональдом Трампом. И он, скажем, имеет ряд важных положений, которые направлены, собственно, на снижение экономической мощи России, ее способности, собственно, вести эту войну. А Трамп в интервью Fox News еще раз заявил о том, что если бы, скажем, продолжали его политику по поддержанию низких цен на нефть, Путин никогда бы не решился напасть на Украину. Ну, скажем, это серьезный фактор был, наверное, для Путина, по крайней мере, по мнению Трампа, высокие цены на нефть. Так вот, среди прочего предполагается 500 миллиардов долларов передать, скажем, Украине в рамках программы Landlist, то есть помощи Украине по Landlist на 500 миллиардов долларов, то есть той программы, которая так и не была, по сути, начата, хотя была проголосована. Верите ли вы в то, что для Украины могут принять вот программу Landlist на 500, собственно, долларов, то есть тем самым, ну, скажем, создать Украине потенциал военные, способные действительно победить Россию? Нет. Решение, которое предлагает республиканская партия, связано с сокращением расходов на войну с остановкой этой войны, и Трамп, его вице-президент Вэнс, они являются сторонниками прекращения финансирования этой войны. Считается, что в длительной перспективе ослабить Россию возможна либерализация экономики Соединенных Штатов, снижением цен на энергоносители, ну, разными способами, введением реально действующих санкций против России, не тех, которые формально действуют и на самом деле легко обходятся Россией. Вот. Путь решения такой, тем более, что Украина, к сожалению, руководство Украины было на стороне тех, кто, ну, сражался с Украиной, демократической администрации, очевидно, нанося ущерб самой Украине. Вот. И последние данные о том, что самолеты F-16 вот-вот поступят в распоряжение Украины, и какие-то экспертные заключения о том, что они могут быть уничтожены прямо в аэропортах, на взлетных полосах, ну, говорит о том, что вся эта история еще протянется, понимаете, достаточно длительное время. Войну надо заканчивать, Михаил. И я хотел бы, чтобы Украина победила в этой войне и провела парад на Красной площади. И в этом случае история с чекистами, которые захватили власть в России, была бы закончена. Вот. Но для этого необходимо было, чтобы сама Украина ориентировалась на эту систему ценностей, а не на то, о чем говорил Зеленский, не на проблемы глобального потепления, ну, и так далее. Вот. И это была ошибка, серьезная политическая ошибка, и за нее сегодня Украина, ну, расплачивается. Я думаю, что следующий президент будет мудрее Зеленского. Константин Танч, вот Помпео, он по-прежнему, скажем так, продолжает линию на вступление Украины в НАТО. То есть, если мы говорим про Европейский Союз, то тут, ну, очевидно, что Украина вступит в Европейский Союз. По крайней мере, есть конкретный трек и конкретные процедуры, в рамках которых сейчас Украина адаптирует своего законодательства к законодательству Европейского Союза, то есть, проходит то, что проходило когда-то Польша, страны Балтии и прочее. Что касается НАТО, ну, это как бег на месте, откровенно говоря. А если это так, зачем, на ваш взгляд, об этом говорит такой опытный политик, как Помпео? И может ли быть, скажем так, решение про членство НАТО пересмотрено Соединёнными Штатами Америки в пользу Украины? И действительно, Украина не дадет уделено свет на вступление в НАТО. Михаил, сегодня у власти в Соединённых Штатах находится демократическая администрация, которая концептуальна против усиления Украины, против вступления её в НАТО, которая против победы Украины. Под своим соображением у нас есть формальное объяснение этому, что если Украина будет побеждать, то это вызовет нестабильность, а мы так в ядерной России – это враг Украины, демократическая администрация. 5 ноября формально произойдёт смена руководства в Соединённых Штатах. Соединённые Штаты – это лидер западного мира. И изменится, естественно, политика по отношению к Украине, изменится позиция Украины, её возможности. И то, что руководство Украины поддерживало эту демократическую администрацию США, нанося ущерб себе же. Понимаете, это ошибка была. Эта ошибка будет исправлена не руководством Украины, а американскими избирателям. Ситуация качественно изменится после прихода к власти республиканцев. Качественно изменится. Это будет новая ситуация. Всё будет по-другому. И позиция Украины по отношению к НАТО, к Европейскому Союзу тоже изменится. Изменится очень существенно сам Европейский Союз. Очень существенно изменится само НАТО. Изменится международная обстановка. Вот эти закидоны, которые мы наблюдаем со стороны Организации Объединённых Наций против демократических государств, против Израиля, это тоже прекратится. Очень, может быть, Организация Объединённых Наций изменит локацию. В такой Организации Объединённых Наций очень заинтересован Путин. Я думаю, что это первое, что он предложит этим людоедским режимам, которые сегодня рулят в ООН, переехать в Москву. Они с удовольствием переедут. Пока у Путина будут деньги, он будет это, так сказать, содержать, поддерживать. Всё изменится. Мы находимся перед моментом, когда направление развития мира изменится. Рассуждать сегодня в категориях вот этих прошлых, там, вступления Украины в НАТО. Украина давно в НАТО. Союзники Украины – это члены НАТО. то, что лидер этой организации, Соединённые Штаты, борются с Украиной. Ну, так это изменится очень скоро. Константин Анатольевич, почему, на Ваш взгляд, вице-президент Камела Харрис не присутствовал на выступлении Нитаньяху в Сенате? – Приезд на Таньяху, выступление его в Сенате – это действие, которое не было поддержано демократической администрацией, не было поддержано президентом Байдена. Прилёт, что являлось нарушением, так сказать, общепринятого протокола, прилёт на Таньяху, его встречали конгрессмены. Госдепартамент формально даже не прислал своего представителя, не говоря о том, что там Байден не присутствовал и Камала Харрис не присутствовали. Они выразили своё несогласие с тем, что на Таньяху собирался и выступил в Конгрессе. Он начал говорить, премьер-министр Израиля, с американским народом напрямую, с его представителями, не через президента. Это в некотором смысле пощёчина Байдену, что там говорить, но это заслуженное пощёчина, потому что Байден, демократическая администрация не просто не поддерживает Израиль, а поддерживает противника Израиля, там срано сняты санкции. Демократическая администрация очень заботится о финансировании палестинцев, о финансировании террористов вообще. Хуситы, которые наносят удары в Красном море, в том числе по судам Соединённых Штатов, по посольству в Израиле, посольству Соединённых Штатов. Ну, никакого противостояния этого не осуществляется. Понимаете, тут всё почти так же, как с Украиной. А почему? Ведь Израиль всё-таки это такой стратегический союзник, который не вчера стал стратегическим, и еврейское лобби очень сильное в Вашингтоне. Почему? Почему, скажем, ну, мы видим, видим разницу между уровнем поддержки Штатами Израиля в каденцию Трампа и уровнем поддержки Штатов Израиля в каденцию президента Байдена? Михаил, ну, это риторические вопросы. А почему основные спонсоры демократической администрации, фактически сама демократическая партия поддерживала вот эти антисемитские протесты в кампусах? Почему она поддерживала вот эти выступления прекращения огня в Израиле? Сисфая. Глобальные во всём мире. Вот. Такова политика демократической администрации, демократической партии. Ой, извините. Угу. Всё. Я подключаю новое программное обеспечение, оно теперь мне помогает. Всё на компьютере и телефон. Вот это политика. Они любят, демократическая партия любят авторитарные режимы. И мы видим на это на двух примерах. Между прочим, сравнивать позицию по отношению к Израилю и к Украине очень полезно для того, чтобы понимать, что такое демократы, что такое социалисты или социал-демократы у власти в Соединённых Штатах. Это очень серьёзный ущерб экономике, политической системы. Это ущерб демократии во всём мире. То, чем заниматься будет следующее, я надеюсь, 12 лет, республиканская администрация будет восстанавливать тот ущерб, который нанесён миру демократической администрации и демократами. Вот они поддерживали Иран, они поддерживали террористов, они находились с ними в договорных отношениях. Они поддерживали Путина. Это первое действие, просто первое действие в день инаугурации президента Байдена отмена вторичных санкций по поводу Северного потока-2. Понимаете? То есть вот эти санкции против России, они обходятся. Обходить санкции вторичные, направленные против компаний, помогавших Путину строить Северный поток-2, невозможно. И никто в этом не заинтересован. Американские, европейские компании, которые получили сообщение, что вводятся санкции против строительства Северного потока-2, немедленно прекратили участие в этом проекте. И Байден отменил эти санкции. То есть начал помогать Путину открыто. Я так понимаю, вы под 12 годами подразумеваете один срок Трампа и два срока Венса. Я не думаю, что... Я все время забываю проверить. По-моему, в Соединенных Штатах возрастное нижнее ограничение для президента 35 лет. Вот это значит, что... Так в НСУ-39. А, да, да. Тогда я имею в виду именно это. Константин Таневич, спасибо вам большое за это интервью. Константин Таневич Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель, был сегодня с нами. Спасибо большое, Константин Таневич. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...